Саня принес с овощного такую не очень хорошую курнику, типа на варенье отдали ему. Думаю варенье сделать, попробовать со стивией. Может заморожен. Сделаю себе вот такой чай-пудинг. Тут у нас детский сад. Все играют в магазин. Вова главный продавец. А Вова что продает? Что угодно. Вова, как ты зовешь? Аптовка, барахолка. Вова, что ты там продаешь, Вова? Иди, позови всех. А можно мне, пожалуйста, тарелку плавленого сыра? Нет, Вова, ты работаешь с ней самым. И с тобой, еще как с тобой. А с кем он работает? Он с Георгием работает. Магазин, магазин. Ааа, дом. Что он интересно кричит? Вова, у тебя скоро сестренка появится, с сестренкой еще играть будет. У меня вылила банку сиропа топинамбура. Будет такое мороженое органическое. Ой, варенье, то есть. Вова! Постучи еще! Да. Ооо, доигрался? Все. Глазик Вова. Покажи. Убери ручку. Ручку убери. Видишь, что ему приводят такие игрушки? Вот и отлично. Да, у нас для вас отличная новость. Я весь мокрый. Да. Вообще, если честно, даже не было времени рассказать, объявить вам об этом. То дети бегают, то я в делах. И Сани вечно нету дома. Это вот единственное время. И то вот он сейчас убегает. Почему тебе никогда не в дом? Я на старте. Он никогда приходит домой и даже не ужинает, и ты куда-то вечно убегает. Да никуда я не убегаю. Дела я делаю. Что ты выдумываешь? Делавой. Там, там все время вот это вот все убираю. Говори. Ну, говори. Очень важная новость. Давай ты говори. Я не знаю, как это вообще. Я просто не представляю. Я не представляю. Да. Ну, в общем, мы сами в шоке. Недавно узнали. Очень были удивлены, что, оказывается, тест все-таки тот был бракованный. Или не знаю, что так. Как-то звезды сошли с ней так. Ну, в общем, в итоге задержка оказалась не ложной тревогой. У нас будет третий или третья кто-то. Ты меня, блядь, фрикись. Вообще пипец. Серьезно, что ли? Вова, кошмар. Что делать-то будем? Вова, пойдем, пойдем измаркиваться, мой хороший. Я так и знал, блядь, ты, ты че? Че, откуда? Вова, тебя будет братик или сестренка, Вова. Еще одна, рушенька, сразу все заболела. Ой, е-мое. Че делать-то? Катя? Еще одна, рушья голова. Че делать-то будем? Ну, че, в смысле? Вперед. Рожать? Рожать. В смысле, а ты че, другие варианты рассматриваешь? Да, нет, конечно. Офигеть. Ну, распадились бы, говорим. Это кошмар, это и весело, и весело, в общем. В общем, прикольно, это, конечно же, осознавать, понимать, что теперь будет у нас трое бегать, представляешь? Еще Вовчик маленький. Вовчик будет старший брат. Круто. Я не верю. Ну, мы не готовились. То есть, мы... Ну, да, это очень неожиданно, случайно для нас получилось. Спасибо. И вообще, вот у нас будет уже третий ребенок, да, и я всегда мечтала, чтобы мой муж меня вот просил, умолял, роди мне ребенка. Третьего, да? Да хоть от какого? Вот ты меня никогда почему-то не просил. Почему? Не умолял постоянно. У нас то как-то... Нет, с Климом мы готовились, прям, что ты выдумываешь? Ну, ладно. С Климом было прям все серьезно. Не, ну, я просто знаю, что некоторые прям вот женщины не хотят, а мужчина просит третьего, еще хочу ребенка. Где ты это начитала? С кем ты опять сравниваешь? Да ни с кем, ну просто. У нас сегодня такая прохладная погода, дождик идет, так приятно. Пасмурно. И знаете, мне кажется, что с каждой беременностью то ли мне Вова растянул живот, то ли с каждой беременностью живот все больше. Вот у меня всего 9 недель, и некоторые люди уже меня спрашивают, типа, ты что, в положении? Да? Ну. Я вот к Даши на день рождения ходила, одна девушка подошла, спросила. Я думаю, блин, реально ничего. Неужели такой живот, что уже люди замечают? Ну, такие особо проницательные замечают. Ну, знаете, сначала я испугалась, там, потела, дрожь была, но сейчас я свыклась с этой мыслью, я уже люблю этого ребенка. Мне кажется, что в этот раз у меня уже не будет таких ожиданий, что там девочка точно 100%, чтобы не рыдать. Помните, когда я узнала? Мальчик! Это мальчик! Прогнозисты! Нет, ну мой парад такой, кто-то. Да ты что, моя хорошая? Дети, моя хорошая. Не надо тебе по-новому учиться, признать, как вас слито. Ну, как... Абсолютно и видишь. Ладно, Доничка. На, чуть-чуть. Третье болезнье. Ты что? Ты что? Климось, влазь оттуда. Клима, там конверт, достань-ка. Что она хотела? Девочку. Девочку. Нормально, душе. Прости, мама. Ну ты доедешь. Вот, сейчас я готова уже и на мальчика, и на девочку. В общем, мы любим... Футбольную команду сделаем. Да. В любом случае, душа приходит, и это не наше дело, это дело душ, каким полом быть, они сами выбирают. А наше дело просто принять, любить. Да? Да. Типа, хорошая. Ну ты счастлив. Кошмар, кошмар. Я рад. Мьешь тебе хороших детей рожая. Я рад. И смех, и страх. Я же тут готовила варенье. Хочу попробовать. Оно более-менее остыло. Та-дам. Снимаем пробок. Как в настоящее варенье. Без сахара. Ммм. Надо будет сделать блинчики и поесть. Кайф. Тем более сейчас такая погода дождливая. А может ты меня с собой возьмешь? Ну как так? Собрался куда-то ехать? Я вообще из дома никуда не выхожу. Вот когда я сюда выезжала? Последний раз. Когда мы на Илью ездили. Какие-то тусовки раньше были. Друзья меня куда-то звали. А сейчас вообще, вот знаете, висят мои платья нарядные. И даже надеть некуда. Ношу хоть дома. Это, кстати, прослебай платье. Столетней давности тоже мое любимое. Хорошо стирается. Такое простенькое и нарядное. Под стены. Под нашу. Кстати, я хочу перекрасить стены. Как вы думаете, белый цвет? А еще скажи, что ты хочешь отправить меня куда-нибудь с детьми. Да, ну да, то потом вообще не будет возможности. То есть у нас сейчас Турция открывается на 7 дней. Есть возможность. И самое главное, не хочет с нами ехать. Я работаю. Сейчас все подумают, что это подозрительно. Даже я уже так думаю. На что? Что ты хочешь нас куда-то отправить. Пожалуйста, сиди дома подозрительно. Иди попробуй варенье. Блин, какая вкуснятина. Да? Я собралась пить чай. Давай. Нет, чай я не хочу. Дай мне... Попробуй. Да. Вкусно. Ну да, прям. Чувствую, что она без сахара. Да? Маловато, да, сахара? Ну, как бы так. Ну, самый раз. Не кисло, не сладко. Сладко-кисло. Вкусно. Яблоко еще. Нем-нем. Ага. Мы тут нашли такое прикольное место. Ни вывески, ничего нет. Но здесь вкусный палат. Азарбаева, 124. Мы пошли от дождя прятаться. Можно ручки помыть. Посиди так уютненько слушай тут. Мне нравится. Воба, что ты хочешь? Бля. Бля. Он хочет бля. Бля это ябро-то. Воба, что хочешь? Бля. Ну, скажи четко. Бля. Спасибо. Спасибо большое. Нас неожиданно угостили мороженым от Экошмека. Классно? Прикольно. На, Вова. На, Вова. Повезло, ты его любимый мороженый. Попробую. Спасибо. Вкуснятина такая, смотрите. Она со свеколкой. Угу. Угу. У тебя пьянская хурма. Но. Лиза сказала, что лаваш охурменный. Не лаваш, а все. Угу. Ой, Вова, аккуратно. Тебе как, Сань? Вкусно. Ням-ням давай, ням-ням сразу. Папка нам достает самый вкусный арбуз, самый большой. Мам, он вкусный, самый большой? Давай. Раз, два, три, четыре. Опять бабуля купила новый мячик, мама тут ругает. Иди отнеси к бабуле мячик. Мой мячик не отдам, да? Давай. Завтра будешь с ним играть, у бабули полежит. Твой стиль хочет загадить. Мам. Мам. Давай, спасибо. Как сверпи. Бабули отнесем. Все-таки нет, передумал. Почему ты не хочешь отнести бабули? Зачем он тебе нужен? Пинай мне. Оп. Оп. Ругать тебя буду еще. Верез. Ага, ударил меня, палкой взял. Завею у него попал. Зачем он? Как маму жалеешь? Браться нельзя. Гладить меня теперь. Сперва видел теперь. Ага. Жалеешь? Хорошенький. Поплевывай. Поплывки. Вот видишь, в нос попало. Не, беги. Мам. Морозил копьем вождя, мюрок, а затем и мамонта. Животное взревело от боли и стало тортать своим животным. Гоу, пока-пока. Не могу оторваться. Всем пока-пока. Не могу оторваться, какие вкусные яблочки. Ну, здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok